Абаканская теплоэльгостанция Абаканская теплоэльгостанция Абаканская теплоэльгостанция Абаканская теплоэльгостанция Мы отпускаем электроэнергию в сеть нашей большой страны. И именно наша электроэнергия может пользоваться любой потребитель. И потребитель в Афгани, и в соседних регионах, а может даже на данном посуде. Как производится электроэнергия и технологический цикл производства? Все начинается на стадии, где вагон опрокидыватель приезжает целый состав. Разгружается уголь, доставляется по транспортерам уже в котельный цех. Там происходит его измельчение, и в виде пыли он подается в печь, тем самым вырабатывается в котел. Тем самым вырабатывается тепловая энергия. Совершенно верно. Топливо сгорает, отдает свое тепло. По поверхностям нагрева в котле бежит вода. Тоже с определенным параметром. И уже когда происходит процесс горения, и тепло воспринимается именно водой, происходит правильный пар. Ну, по паропроводам. Вот этот пар, полученный от котлов, поступает уже в турбину. На турбины этот пар приводит вращение ротора. Ротора турбины приводят в ротор генератора. И в генераторе именно производится электрический ток. Процесс образования тепла именно для теплосети происходит отборами турбины. То есть, когда пар на стадии срабатывается в роторах турбин по ступенью. То есть, есть отборы на сетевые подогреватели горизонтальные. Там пар отбирается с определенным параметром. И происходит нагрев сетевой воды, которая пришла с города. У нас же обратная система, прямая вода. То есть, тепло сетевая вода потребителю отдала в домах горячих батареях. Возвращается охлажденная. Здесь происходит нагрев в этих подогревателях. И опять сетевой воды нагревается на гор. Вот такой вот замкнутый цикл производства. Сама подготовка именно к новому отопительному сезону, она начинается вообще... Не успев закончиться отопительный сезон этого года, мы приступаем уже к подготовке следующего отопительного сезона. Ответственность именно и станции, и всего коллектива очень-очень большая. Потому что за нами потребители, за нами люди живые, за нами другие предприятия. Мы над некоторыми работниками вашего большого предприятия шутили, но это было по-доброму. Поэтому мы уверены, вы посмотрите все это, и вы порадуетесь. Ну, давайте. О, вы знаете! Откуда вы знаете? И вообще в нашей теме. Вообще мы всем так предупреждали и говорили, а вы в теме. Прямо уже сразу. Да, основной задачей нашего визита было то, что мы должны были изучить и посмотреть. И вот мы и также наши смотрители должны были понять простыми словами, как здесь все устроено. И я думаю, благодаря качественному такому рассказу работников отдельных цехов и вашему такому заключению, у всех отложилось теперь уже точно принцип работы и представление вообще о предприятии. И многие поняли, как мы подходим в батарею, водичка теплая, вроде бы опять же все просто, не задумываемся в некоторые моменты, но на самом деле все глобально и все очень строго, серьезно и ответственно. Может быть кто-то после просмотра данного видеоролика заинтересуется и может быть у вас появятся новые какие-то кадры. Наша продукция, электроэнергия и тепло, она жизненно необходимы. Электроэнергию уж нельзя не складировать нигде, ничего. Ее произвели и тоже потребитель потребляет. Так же и тепло. Владимир Иванович, а когда вы узнали, что вы хотите связать свою жизнь с энергией? Вообще, у меня интересно, у меня спонтанно получилось. Я всю жизнь в школе хотел стать, ну, с машинами связать хотел. Я поехал сдавать документы в институт именно на двигателе внутреннего сгорания. Моя родная мама попросила соседа, Николая его звали, фамилию называть не буду, сопроводить. Ну и разговорились, куда хочу поступать, кем хочу стать. Он говорит, да зачем тебе двигатель внутреннего сгорания? Будешь в ангаре где-нибудь в сельском селе работать? Энергетика, это сейчас востребованная специальность. Мы закончим трудовую жизнь, поколение следующее. Электричество нужно будет, население надо, тепло надо, надо. Сдавай. Ну я приехал, ознакомился с такими специальностями и сдал на промышленную теплоэнергетику все документы. Энергетики это определенная каста людей. Наша специальность востребована. У меня чувство такого гордости, что я населению, потребителю даю такую продукцию, которой она просто, без нее невозможно жить. Вам спасибо большое. Вам тоже. Владимир Владимирович, а можно сделать с вами приятный? Мы сделаем серфис. Раз, два, три. Еще пару. Давайте вот так, в основном. Сейчас. Да, мы сейчас вот так сделаем. Владимир Владимирович, спасибо большое вам за встречу. Мы просто уверены, что энергооснабжение нашего города и теплоснабжение в надежных руках. Вот. Это точно. Вспыхно вот так. Вот так, вспыхно. Да. Вот завершилась наша экскурсия на Абаканскую теплоэлектростанцию. Давай подведем небольшие итоги. Что? Что было сделано, что мы... Что мы... Мы увидели на самом деле все внутри. И мне кажется, все то, что позволено увидеть обычному человеку, мы все посмотрели, изучили. Ну... Весь технологический процесс. Нам все очень понравилось. И самое важное, что мы надеемся, что задача нашей экскурсии выполнена. Не знаю, наверное, в качестве благодарности мы должны поблагодарить. И... Мы не знаем, покажемся ли мы здесь когда-то еще раз. Именно поэтому у меня такое грустное чувство. Мы, конечно, надеемся на это. Да. Какие-то такие грустные чувства. Что нас, может быть, позже чуть-чуть просто позовут сюда, не знаю, попить чай или что-нибудь такое. Но на самом деле немножко грустное чувство. Или сделать какой-то крутой челлендж, но... Пока Абаканская Тест, надеемся мы еще увидимся. Мы будем скучать, правда. Ну, а вам... Мы провели недельку и теперь такие грустные чувства выходить через пропускной пункт обратно. Чтобы скоро скоро подскажем... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова